Всем привет, народ! Я прошел для вас топовую версию ивента, и сегодня мы увидим, как это было. Если у кого-то из вас возник весьма логичный вопрос, а что же мы такое будем сегодня смотреть? Мы и так уже три дня на стримах смотрели, как ты проходишь все это действие на Кроносе, и что теперь все это будет в формате видоса, то все, естественно, не совсем так. На ивенте есть три версии комплексов. Простые, сложные и капитальная часть. Аномалька с NPC-дредноутами в честь ивента. Именно это мы будем смотреть. Давайте не будем затягивать и приступим к контенту. Мой изначальный план был Рапидный Феникс на случай PvP. Я даже собрал его в 7500 ДПСа без перегрева. Но что-то мне подсказало, что аномалька капитальная, и я отбросил эту идею, решив пойти по нестандартному пути и пригнал Морос с капитальными пушками. Тут важно отметить, что я перестраховался таким способом, так как мой Морос выдавал в перегреве 19000 ДПС. И добился я этого вовсе не тем, что просто поставил пушки, а тем, что я сохранил танковку на корабле на случай, не знаю, высокого ДПСа от НПЦ, или в случае какого-нибудь PvP, и обмазался, или вмазался, так, наверное, правильнее, довольно-таки дорогими бустерами как раз-таки на ДПС. Найдя ивент и загнав в систему Кронос на случай ситуации, где мне придется убивать мелких НПЦ, я весь такой мощный отправился на аномальку на своем Моросе. Какие сложности могут возникнуть, когда у вас элитная часть ивента делается на праксисе в Т1-фите, а тут у вас капитальная часть ивента, но у вас Морос с 19000 ДПСа. С 19000 ДПСа. Как же я в итоге ошибался. Как же я в итоге ошибался. Как же я в итоге ошибался. потратив весь запас батареек в надежде пробить дредноут я понял что все идет совсем не по плану npc дредд ловко катался в сидже когда мой дредд не мог так делать а комплектом я стоял под кучей сеток это вынуждало меня использовать дальнобойные патроны они же нули дпс в таком случае был более 10 тысяч что все еще очень много короче помучившись очень долго я на примере моего гнозиса протестировал что npc на него почему-то не реагируют и закинул кронос скоро сам дело пошло шустрее но даже в этом случае я ощущал лютую нехватку дпс а в данный момент у меня было 14 тысяч доходящего дпс а причем по-моему я бил в дыру у npc а не просто по самому высокому резисту в итоге еще серия мучений и погибший первый дредноут и появившийся второй дредноут Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От зрителей... Кстати, кому все это уже нравится, можете поставить большие пальцы вверх под данным видосом и, возможно, даже подписаться. А я продолжаю. Кульминацией всего этого действия стал финальный дредноут. И, о чудо, он никуда не пытался уехать, а просто встал на оптимал моего вайда. Спасибо тебе, уважаемый Блодрейдер. И вот тут я смог сыграть на своих 19 тысячах ДПСа. Продолжение следует... Продолжение следует... На секундочку, я пилил его пипец, как долго, имея не самые маленькие цифры урона. То есть это надо проходить в два дредноута. Возможно, надо приобрести зир нитру для этих аномалий. Ладно, все фигня. Го смотреть дроп. Я отсортировал его для вас, выкинув кучу метамодулей, которые мне выпали. А их почему-то было реально очень много. И сейчас вы видите то, что стоит хоть каких-то исок. А также не забудьте про 250 миллионов баунти под ДБС в 160% в лоусечной системе. Бустер стоит в районе 100 миллионов, плюс 300 миллионов дропа, плюс 300 миллионов с копейками за баунти. Итого 700 миллионов профита. Вычитаем бустеры, которые я использовал на двух окнах. Суммарно 150 миллионов и около 100 фракционов 3200 батареек. И с тронцей. И это еще 100 кк. Не будем вдаваться в подсчеты стоимости Мороса и скажу, что при подобном раскладе мой профит составил уже 450 миллионов. Что равно двум дропам с элитных аномалек в лоусеке, на которые требуется 15 минут времени суммарно и кронос за лярд исок. Можно в принципе все это пройти и на праксисе в Т1-фите, но в таком случае времени уйдет больше. Ну скажем полчаса или 35 минут. Выводы по данной версии ивента я думаю каждый сделает свои. Я же закрыл челлендж для себя, в какой-то мере закрыл его для вас. Возможно я к нему еще вернусь, а возможно и нет. Спасибо, что посмотрели и увидимся на стримах. Пока-пока. Кстати, если кто-то из вас сделал данную версию ивента, потому что один из моих зрителей в телеграме писал, что он ее прошел. В два дредноута. Ему упало вроде 500 миллионов. Короче, если вы тоже делали, напишите сколько вам упало, чисто ради статистики. Возможно хоть такими методами, способами мы ее соберем. Не будем фармить это на протяжении там 10 аномалек, самостоятельно рискуя очень дорогостоящими кораблями. И как будто бы не получая абсолютно ничего.